доброго времени суток рада приветствовать вас на канале про икея с кем не знакомы меня зовут татьяна сегодняшний обзор мы подготовили для вас по всем столам обеденным либо тем столом который можно отнести к обеденным которые есть магазине икея нижний новгород ну соответственно ассортимент по столам везде одинаков и сравнивать ну только единственное если скидки какие-то акции которые делает локальный магазин не то что по россии идет почему-то так получилось что начать мы решили с самого дорогого стола который есть в икее пойдем показывать кстати я за ним же и сижу это новинка стол обеденный скокста размер 235 на 100 массив акации чем уникален массив акации натуральный естественный рисунок то есть он вот такой сам по себе так и вот такой вот полосатый переходами его можно использовать во влажных помещениях то есть это улица вся икеевская мебель садовая делается из массива акации но не считая конечно железный поэтому стол проживет я думаю очень долго крупным планом да мы вы показали давайте детально теперь потому что крупные планы картинки красивые вы на сайте увидите я вам показываю то чего нельзя увидеть значит смотрите во первых у столешницы вот даже не прорезь столешница состоит у нас тут просто прямо вот из двух частей здесь вот такие вот соединения не пытайтесь их достать все так и должно быть мы предположили что данная прорезь нужна для того чтобы вода когда допустим если у вас стол стоит на улице ну кроме эстетики до вода если попадает то она не на столе она уходит в эту прорезь ныряю под стол кстати хотела показать еще до цену цена у нас 35 тысяч очень надеюсь что на него все-таки будут скидки и акции и здесь полностью массив акации нет не до испании элементов железа полностью весь из массива состоит рекомендует его для восьми человек использовать мне кажется на самом деле можно и побольше сюда ну восемь человек это комфортно 10 в общем как мы любим если утесниться то влезет так значит подстолье у нас вот такое вот черненькое чуть-чуть пыльные узлы хорошо плотно сделано так дальше это средняя перекладина сейчас давайте заглядывать вовнутрь во все элементы здесь у нас получается усиление две таких планки да как-то мне надо поднырнуть и вот это у нас внутри я пыталась найти косяки на выставочном образце но все равно небольшие выступы есть и как вот эта склейка себя поведет например на улице непонятно потому что таки те его не заявляет уличным столом а это именно обеденный стол но прикольный ценник конечно такой чуть-чуть отпугивающий с другой стороны а вот да вот видно а здесь прям он уже это кстати дефект на выставочном образце то или это рассохлась то ли как бы вот это брак такого быть не должно если вы допустим пользуетесь подобным столом у вас такая трещинка и по гарантии еще проходите дуйте в икею вот они с резики то есть все таки вот шахматным порядком так здесь у нас то же самое сейчас середину покажу основание в паре здесь к нему стоят нурарит стульчики по 5 500 и стоят табуреточки ингольф черные вот оно сочетание черного массив массив то есть все вместе хорошо сочетается надеюсь не сильно темно видно ну вот у меня нет информации вообще по этому столу потому что наши клиенты такие столы еще ни разу не заказывали это новинка как что эксплуатируется сказать не могу исходя просто уже из опыта что есть по какие наработки есть по массиву акации но стол добротный мне очень понравилось то есть как все сделано прям такой вот хороший так ну чтобы не бегать да будем снимать вот точечно так в станби темно-коричневый поверхность покрыта прозрачным лаком простая в уходе подготовленные столешницы отверстия для подстолья обеспечивают простоту сборки значит у нас отдельно подстолье продается за 8000 отдельно столешка размером 170 на 78 толщина 5 сантиметров за 12000 при этом а данный стол можно комбинировать другими столешницами темно-коричневая да такая же который вот у нас здесь белая риды бек за опять и оранжевая там из этих из столешниц которые представлены как бы и они и кухонные и столешницы которые используют в все туплю стою в рабочей зоне и отдельно соответственно можно сочетать да вот с такими вот видами подстолья ну как тут я сомневаюсь на бекарит хотя если заявлено значит все таки можно эту столешку вот эту да и в принципе все из них да просто мы сейчас говорим про этот стол считать вот с этой столешнице так давайте заглянем информацию подстолье массив бука морилка прозрачный акриловый лак столешницы дсп бумага ясеневый шпон но массив бука уже хорошо ценник кстати итоговый 20 так значит ножка у нас массив бука я думаю что на светлом это снимать прямо то что у меня темнота темнота в камере ладно дима обещал при монтаже что вас так давайте теперь смотреть что у нас и как значит ножка массив бука ну массив бука себя хорошо зарекомендовал а вот столешница ну по массиву бука мне вообще как бы отрицательными нет ничего у нас все клиенты которые брали столы с массивом бука в подстолье в обвязке в столешнице нареканий нет потому как эксплуатируется а вот сама столешница смотрите то ли стол давно стоит его неаккуратно стал стульями оббивали до покупателей либо на там я не знаю кто убирается неважно либо все таки это вот процессе вот такого естественного износа вот такие вот коцики появляются поэтому я бы все-таки такой стол наверное защитила скатертью хотя вот смысл покупать большой красивый стол не даже рисунок такой вот интересный и закрывать его даже как-то жалко в инскаме нет заказах давно не было не вспомню его сейчас вот на память так и кидален это у нас темно-коричневый за 12000 есть еще белый коричневый и дуб три цвета стол у нас раскладной то есть это собранный вид который стоит здесь отодвигаете одна вкладная доска и стол мы увеличиваем со 120 на 180 столешница вкладная доска дсп ясеневый пол морилка прозрачный акриловый лак массив ясеня под столе массив березы и массив сосны ножки фанер принципе нормально и кидален хорошо эксплуатируется все таки это не сосна поэтому он не боится ни ударов особо ну конечно ножом то нежелательно все таки на доске работаем но тем не менее как бы такого более грубого отношения он не боится в пару к нему есть лавочка скамеечка за 5000 тоже цвет в цвет можно взять так ну и давайте теперь смотреть что у него внутри прячется вот она вся обвязка механизм будем раскладывать столы дадут я думаю нас куснут наверно сейчас всю выставку попортим да углы в принципе хорошо все скреплено не было ни разу брака по этим столам эксплуатируется неплохо сейчас дойдем до определенного стола расскажу у нас у клиента брак был прям офигенный ну все благо и киевская лояльность все помогает хорошо вернуть так смотрите ножка про нее часто спрашивают то здесь вот такой угол он не острый а изнутри она нет я его наверно вот до той сейчас дойду ножки тюге платьем все полы помой в икея кстати вот эти стеклянку пластиковые да их называют стеклянными стулья то без царапины на них постоянно то есть они идеальные только сновья потом все время вот процессе эксплуатации тем более дома где чашка где ложка где игрушка все это царапается так вот ножка наверно одна светлых показ вообще на черных ничего не видно ну мы я еще на светом покажу потому что это меня не устраивает на черном не передать темно так ну вот тэрэнда он только черный его нет в другом цвете сейчас он идет по акции цена ниже 3000 размер 110 на 67 какие плюсы данного стола во первых отдельно продающиеся позиции столешница отдельно под столь и отдельно то есть таким образом если что-то повредили можно сэкономить покрыт меламиновой пленкой это именно кухонное покрытие устойчивое к истиранию грубому обращению я пытаюсь передать цвет ну тут у меня лампочка фигачит вот он прям вот такой хороший хороший черно-коричневый рельеф то есть вот видно да что это обтянута пленкой но кстати вот сколько-то эти столы брали по ним все хорошо у нас за все время по икеевским столам брак ну редко за все года мы по моему два или три стола всего за девять лет выпрыгнули с браком это очень маленький процент здесь полностью все железное тут даже не бойтесь это любимые столы офисов общежитий студентов то есть не можно делать все что угодно он будет жив сейчас заглянем вовнутрь покажу что там внутри у нас вот такая обычная стяжка больше никаких секретиков нет и просто лишница так бьюрсту буду показывать рассказывать на белый на черный мы вообще ничего не увидим просто покажу цвет здесь есть такой вот рельеф под деревом ну и вот сама структура здесь наполовину разобраны непонятно почему наверное раздвигать пытались так про него отдельно расскажу на белом цвете так ли саба по моему ли саба есть да тоже на не будет виднее здесь тоже вот только рельефчик передам этикеточку покажу вот такой вот стол рассказывать будем на белом так пошли из черных столов прямо мрачные у черной мебели есть небольшой минус вся пыль мы из мусоренки мелкие какие-то да домашние все на не видно то есть любой вот чуть беспорядок и уже не совсем аккуратно выглядит стол но опять же дал как пользоваться пойдем уже светлые стали показывать так стурность раздвижной стол подражал собака сильно был 12 14 стал не 13 был он и получается 15 осталось 17 и 20 вот у такого стола у нас у клиента был брак сначала вкладная доска развалился потом ножки развалились но и кишка все поменяла спасибо сервису в нижнем все хорошо работает массив сосны поэтому имейте это в виду во первых массив сосны очень любит рассыхаться по сучкам но опять же да смотря какие сучки есть такие прям хорошие гладенькие которые никуда есть вот такие вот выступами и могут пойти трещинки по ним и массив сосны все-таки нежные поэтому если будете там резать да что-то делать ну оберегайте его немножко чтобы он долго служил здесь у нас полностью все массив сосны и обвязка откидной доски массив березы больше нет ничего нет ни дсп то есть полностью экологичный безопасный стол который не выделяет ни токсинов ничего а теперь давайте мы его будем смотреть вот кстати они в паре с ингольфами наверное это видно да на большой камере все так стол кстати раздвижной очень хорошие размеры размеры сейчас покажу так ну что внутрь лезем так у нас вкладные доски под столье крепление ног это вот выступы как раз крепежи чтобы вкладную доску достать не смогла туда залезть ножки хорошие очень такие добротные толстые массивные ножки стол вообще выглядит классно если с ним аккуратно обращаться и вам повезет у него не будет никаких дефектов это такой большой семейный стол для обедов вот это размерчик маленький и он на самом минимуме 147 на 204 минимум 147 максимум 204 а есть стол который растет он сначала двухметровый потом два с половиной потом аж почти три метра без 7 сантиметров то есть огромный стол где можно собрать много-много гостей экидолен я вам его показывала другом свете и во внутрь пыталась заглянуть неудачно поэтому давайте сейчас мы его будем смотреть изнутри значит шпонированный такого красивого дубового оттенка рельеф прям под рукой чувствуется то все таки настоящий дубовый шпон добротный стол а вот кстати что думаете по экидолент я вам не показала ногу вот такая вот скошенной формы нога интересно тоже смотрится так ну просто ли параметры вы говорили ли саба ясеневый шпон 140 на 78 какие фишки да то есть вот он черно-коричневый который вам показывала простая сборка у каждой ножки только одно крепление дерево фактура дерева ножки из массива дерева окей 12 тысяч заказывали несколько раз спрашивала клиента довольны на самом деле визуально красиво смотрится светленький такой мне почему-то темновато на камере живую он посветлее трещинка то ли стукнули чем-то ну в общем механика механическое повреждение массив березы это ножки так прозрачный акриловый лак фронтальная панель ясеневый шпон массив сосны двп фанера из березы что-то как то все вместе намешано смотрим ноги здесь у нас склейка прям хорошая такая склейка здесь вот таким образом склеена форму лево 10 интересные закругленные углы то есть никто не побьется вообще принципе киевские столы безопасные детки об них не бьются потому что углов нет таких явно 90 градусов смотрите что внутри то есть это целиковая столешница она никуда ничего с ней не делается не растет не увеличивается соответственно каких обвязок стыков нет вот и накрепление ножки вообще примитивная сборка просто открыли крепеж ну как бы до хвостик вставили ножку закрепили все больше ничего стол удобный мне нравится то есть 12000 такой добротный стол универсальный можно поставить в гостиной можно использовать как обеденный стол и как рабочие то есть кстати их несколько раз брали как письменный стол вот эти леса бы черные брали да были они в заказах давненько уже юмперлик 15000 размер 2 метра на 90 хороший такой большой размер ясень сделан с отделкой из ясеневого шпона и ножки из массива березы значит фронтальная панель дсп ясеневый шпон двп массив березы двп прозрачно акриловая окношка массив березы каркас сталь 48 человек юмперлик линейка частично вышла из ассортимента но некоторые товары да вот он здесь сочетание с легкими креслами юмперлик прорезь не знаю для чего сделано но наверно с точки зрения дизайна только потому что функционал не несет по причине того что стол этот на улицу не поставить случается как имитация да прям как будто вот доски наложены да здесь все закрыто докопаться не к чему честно так здесь у нас металлическая полностью обвязка и ножки интересно внутри сделаем такой вот полукружочек то есть все на металлическом каркасе направляющие и хорошая такая добротная конструкция и на мне честно нет вообще таких глобальных претензий к киевским столам потому что разгона от минимума до максимума можно найти вот ну под любую потребность стол но опять же да как эксплуатировать сами знаете ушатать можем все что угодно йок-мок единственный набор вот если допустим вам нужен стул такой йок-мокнутый вы его отдельно не купите потому что он только в комплекте помню я где-то года четыре назад он стоил по-моему девять тысяч дядя или даже восемь прям что скидка большая большая на него было много тогда их возили тоже массив закрывать все-таки желательно вот они трещинки до которые идут по сучкам вот она склейка она со временем проявляется то есть вот он мягкий массив то есть следы остаются то есть если за этим столом дети еще параллельно уроки учат ухайдакается быстро поэтому закрывать 14 тысяч он сейчас стоит массив сосны ну сразу со стульями если взять даже допустим стефаны по 1600 1600 1600 3200 6400 стулья ну принципе можно стефан и сам он стадом сочетать даже дешевле будет так это что нам заявляет производитель просто массив сосны марил как и прозрачный акриловый лак все значит по нежным местам сказала здесь у нас вот такой декор выпил это уже эстетика до соответственно стол простой в сборке никуда не растет не увеличивается это угловые крепежи сама столешка изнутри столешка просто да ничем не покрыта ну и смысла нет ее покрывать изнутри вот и стульчики заодно раз они входят в комплектацию у стульчиков вот такая вот прорезь стульчики легкие такие вот крепежики и обычно классическая ножка то есть тут как бы да без заморочек набор но хорошо вполне выглядит тоже клиентов опрашивала перед тем как обзор снимать да вот кто брали эти наборы все довольны всем нравится мой самый любимый стол в икее это ингу хотите красный покупайте ингу хотите желтый покупайте ингу любой цвет какой вы хотите вы можете сделать из этого стола тоже массив сосны но только он уже ничем не обработан не покрашен вы его обрабатываете сами много сучков защищать обязательно но за эти деньги за 2 600 из куска низ куска конечно из массива дерева стол я не видела нигде 120 на 75 стоит 2 600 есть меньший размер за меньшие деньги мы его тоже покажем идем вовнутрь сучков много то здесь уже уровень дерева по бюджетнее но вот прям вот он гладенький гладенький такой кстати вода сравнение вот я мог такая же склейка вот точно такая же склейка и маленький да дойдем до него прыгать иначе сейчас будем и вот ингольф ой все ингольф ингу точно такая же склейка поэтому можно вполне сделать свой йог-мог в своем цвете в пару часто берут табуретки о двор и стулья ингу ой стулья ивар все чуть я сегодня то болтливость не такая у меня стулья подробно не показываю потому что будет отдельный обзор на канале не интересно вам иначе смотреть будет теперь мы плавно с вами переселяемся в раздвижные столы ну кстати вот по тем до средним столам ну нет у меня нареканий какие косячки где возникают уже сказала мне кажется вот ты когда мы стал будем на кухню менять мы в тему не стал покупать а больше негде да скажите где купить почему у икеи тоже есть стеклянный стол он другой а в этом плане да а я хотел так стол с арбузиками и судьба так лексвик вышла вся линейка лексвик из ассортимента оставили только столы тоже это массив сосны но уже другого уровня видите да какие срезы классный круглый стол дима сейчас крупный план покажет а я просто точечно покажу точечно значит раздвигаемся мы так что 26 сантиметров диаметр а можно еще и раздвинуть 171 на 126 2 винта скатерти круглая либо овальная пошла в подполье в подстолье ой господи у меня у бабушки в моем детстве был круглый стол из массива тяжеленный крестовина вкладные элементы здесь все из массива сосны но все-таки стоит да его немножечко поберечь какой-то извиняюсь за выражение рукопоп собирал и нафиг высверлил все все теперь это вот представьте как будто выставочник забирать такие вот косяки вас ждут так ножка у ножки интересный такой срез легкость придает вот они раздвижные элементы очень легко такие столы раздвигаются обработанная часть а вот не обработанную со стульчиками каутби хорошо в пару идут видно 22000 иногда бывают скидки а теперь смотрите хочу показать какие косяки могут возникнуть со столом который стоит час без малого 22000 это массив сосны я вам уже говорила дам рассказывал когда про ингу ну у ингу извините за две с половиной ты за 2 600 стол ему можно простить много понять простить обнять и плакать а здесь то из такого же массива сосны но извините почти в 10 раз дороже дим двадцать две движ охренеть короче смотрите вот такие вот полосы и они очень вот они прям вот легко остаются и учитывайте что это обычный выставочный образец за который люди подошли и вот так потрогали потеребили все дома вы за этим не уследите поэтому либо вы его закрываете скатертью но тогда я не знаю теряется вообще весь смысл достала можно купить как называется мебельный щит мебельный щит четыре ноги это будет стоить раз 5 8 дешевле вот такие косяки возникают еще кстати такие моменты хочу отметить если у вас наверно дальше да по гарантии покажу на примере другого стола так положим дальше по белым столом а и вот еще забывай про это рассказать это стуле каузбе морилка вот почему-то у черных такого нет а вот если берете морилку антик за счет того что вот эти планки вера как бы как бы как берем стул да вот не вот так а просто заново за эту часть руки у нас жирные то есть не говорю да что стали просто вот то что мы выделяем это все остается на ручках поэтому это либо шкурить либо опять перекрашивать но это не гарантийное то есть потом он такой это вот имейте ввиду вот так вот они замыливаются засаливаются так пойдемте смотреть белый ингатор ингатор стул у нас саранске любят но любят только когда он по скидке когда он 14 13 12 когда он стоит 22 его вообще не заказывают очень очень редко он интересный визуально и кстати наши местные мебельщики стали делать подобные столы из массива дешевле уйти на сайте есть инструкции дураком надо быть чтобы ее не скачать и все размеры все параметры крепежи не увидеть интересный стол это стиль прованс вот такая вот массивная нога красивая нога опять же вы допустим если купить такой стол и закрыть его закрыть его скатертью не знаю ну хотя кстати сейчас вот эти прозрачные клеенки есть если их только по размеру с алика заказывать вот такой вот вырез то есть эта кромка она и декоративную функцию и защитную несет образу здесь он стоит в разобранном виде конечно разобран он честно кривенько должно быть все вот это плотно здесь как-то вот неудачно разобрали то есть таких щелей быть не должно у стола совсем я не могу его в общем его неправильно сразу он неправильно собран не знаю какие сборщики собирали но здесь вот даже места не соблюдены выпады поэтому он нет что ли его в собранном виде показать какой он кругленький то симпатушный ну значит нету так пойдем вовнутрь под столь и ой я сегодня под стольный так крепежи здесь у нас железки хороший металл здесь у нас полноценные направляющие то есть тут все на рельсах тут грамотно сделано прям вот хорошо стол вообще по функционалу интересный то есть он круглый он красиво смотрится но материал из которого он сделан ну скажем так нежный у нас дсп меламиновая пленка акриловая краска массив березы только в опоре ножки все то есть да и спешный стол полностью и вот смотрите выставочника кстати в начале до обзора мы с вами смотрели более дорогие столы новинки почему они в таком идеальном состоянии и кей периодически меняет выставочники чтобы не было видно да вот этих следов эксплуатации домашняя эксплуатация она в принципе приравнивается к выставочной никто особо но не будете вы следить за ребенком чтобы он там машинкой не ткнул не стукнул чем-то но это просто нереально смысл вообще эту мебель покупать чтобы над ней трястись такие вот моменты тоже заранее учитывайте вот что происходит с ножками то есть вот они обшарпываются это ноги это стулья то есть со временем приходит вот внебрежность да я с другой стороны хочу показать там и скольки есть здесь вот вообще ножка прям убитоватое не знаю были на двадцать две тысячи к стол так классный но почему его нельзя сделать из более скажем так дорогого материала но не из куска дсп хотя бы все окромлено закрыто здесь у нас такие полноценные петли для раскладывания механизм мне очень нравится механизм прямо вот достойно на пятерку механизм сборщики только на ноль так вот вот это кстати косяк такого быть не должно 10 на смотреть да либо это сновья такой был то есть соответственно заводской брак клип при сборке просто сами поцнули так ну и ноготорф другого у меня нет поэтому к нему кстати идут хорошо в пару ингольфы у ингольфов я уже говорила когда про барнике рассказывали вот это слабое место и у ингольфов часто когда особенно их делают братья болгары трещинами покрывается вся поверхность это тоже учитывайте и стоит собака стал ингольф аж 4000 был 3 200 цен подняли на него но для прованса это прям вот такой вот оптимальный комплект ингольф с инга торфом сочетаются вот на пятерочку так и кидален в белом цвете я вам уже показывала черно-коричневый показывала дубовый шпон просто коричневый по моему не смотрели тоже он раздвигается удобно он по функционалу вот кстати на белых столах больше всего заметны косяки прям вот невооруженным взглядом то ли на самом деле они как бы какое-то время уже до стоят их никто не меняет и соответственно вот эти вот коцки возникает процессе эксплуатации то есть стол тоже требует чего-то закрывать тоже косячок возникает но и тут прям это вот такая вот обычная эксплуатация ножки господи а тут чего а тут пленка прям капитально вот самым натуральным образом отходит вот интересно сколько он стоит потому что если вот 100 в такую негодность приходит у тут еще и трещина кстати вот это брак вот если у вас устала вот такие появляются трещины то есть это не столешница да где-то можно сказать вот царапнули вилкой ножом игрушкой матрешкой вот это брак если вашему столу нет двух лет кстати фишку такую хочу рассказать допустим часто клиент обращается мы потеряли чек на кассе всегда у вас спрашивают карту key family поэтому всегда ее предъявляете вы можете зайти в личный кабинет и восстановить свои чеки то есть там есть дата касса место оплаты все это есть если вы чек потеряли эти данные переписываете брак берете подмышку либо на горячую линию но такого быть не должно но блин мне кажется не особо давно достала меняли вот эти белые но не год точно они стоят я прям тихом шоке вот так рассыхается ножка в общем если у вас вот такие братья дуйте велкам руке и сервис пусть меняют стол так эксплуатироваться не должен то есть они все до все швы все должно быть закрыто часто ссылается на то что вы неаккуратно помыли полы блины не видел ни одну хозяйку чтобы на кухне ведро воды разлила и начал тут морячку делать да как палом удраить вот тоже ободранная пленка а стоит он а стоит на 12 тысяч это нормальный ценник для российского как бы до среднего вот ну для бюджета российской семье я считаю что это немало но не должно такого быть бюрста бюрста тоже неплохие столы но у них есть охрененно слабое место у них довольно таки быстро рассыхаются ноги не все у нас клиенты соглашаются обращаться по гарантии да это может быть менталитет наш российский по принципу да ну ладно пусть стоит связываться не буду но ноги вот как я у икидалена показывала вот примером таким же образом у бюрста рассыхается здесь выставочник наверное посвежее ничего такого я не вижу а вот кстати вот они начальные трещины вот самом низу видно так давайте смотреть а в икидален не залазил потому что бежевый крепеж показывала вот бюрста раскладной механизм здесь все из массива вот где прячутся вкладные доски кстати когда по инструкции когда собираете стол пожалуйста собирайте строго по инструкции то может получиться у нас у клиентов такое было звонит девушка говорит татьяну мы не можем доску положить собирать начали с другого конца другого конца но не по инструкции в общем стали собирать здесь в этом вот в этом плане кешка делает все очень очень грамотно как вот вот как есть по пунктам так и идите не надо ничего придумывать так товарищ тоже у нас раскладной с метр сорок на метр восемьдесят раскладывается вот это он получается в неразложенном виде но опять сборщики неаккуратно собирали но не должно быть такой трещин у меня ноготь туда умещается по толщине здесь есть рельеф дерева за счет пленки столешницы дсп ясеневый шпон за счет ясеневого шпона сори что-то я это затупила так обвязка у нас из массива остальные все части это дсп покрыты ясеневым шпоном то есть это вот как раз рисунок ясеневого шпона беленький ну и вообще имейте ввиду беленькие столы требуют вообще мне кажется любой стол требует ухода если вы хотите чтобы жил долго так сейчас наверное вот эту сторону пройдем а потом про фишку расскажу как можно сделать бюджетный стол в икее инготорп раздвижной сейчас на него акция 2000 скидка это из того же вот инготорпа какой мы смотрели с потирающимися ножками столешница вкладная доска дсп пластмасса акриловая краска боковая вязка массив бука в общем раздвигается он тоже со 155 на 215 в летний раз про в зимнюю распродажу стоил 14 999 вот его красная цена это 15 тысяч те 20 которые за него заявлены это дорого но вот из плюсов допустим сравнить бюрсты у него нет вот этого расстыка да и он целиковый то есть то смотрится аккуратно лаконично вы просто выдвигаете закрываете скатертью в обратную сторону сдвигаете так по верху показала пойдемте вовнутрь обвязку крепеж здесь массив скобки тут все хорошо аккуратно прям вот комар носа не подточит вот что происходит столом во время эксплуатации кстати на когда на белый стол кладете цветную скатерть у нас просто на белом столе белый стол не икеевский а скатерть была на новый год винтер зеленая позеленел стол то есть вот как был так и этот момент учитывайте скатерть обязательно нужно стирать перед тем как на белый стол стелить могут налинять так давайте ножки смотреть нога очень красивая вот эта форма с выступами прям вот классная такая вот нравится так но вот они следы до эксплуатации как это на любом столе все это тоже можем найти и кидален вот именно ну по сравнению допустим ойкин дайте все уже за это затупило инготор по сравнению с эти долином эксплуатации все-таки получше защита же несмотря на то что здесь побольше дсп там более мягкий материал используется так ножка ну вот так вот они принципе обтираются до трещинки вот может быть обдирки то естественный износ но трещин быть принципе не должно покрытие должно выдерживать нагрузку которую испытывает так это круглый бюрста белый 12 без рубля 13000 со 115 на 166 раскладывается с круглого на овал цвет еще черно-коричневый есть также здесь он середины немножко неудачно собран вот ну вот то есть кого вот это вот не напрягает часто закрывают прям настольную дорожку стелит вот сюда чтобы вот этого стыка не было видно вот что возникает покрытие процессе эксплуатации требует он вот более такого нежного что ли не то что нежного защиту он требует вот о чем говорила до ножки у бюрста самое слабое его место это именно покрытие ножек трескаются они только в путь так белая не белая еще не все пойдем дальше туда вот этот красавчик мне нравится тингби тринадцать тысяч так легко собрать так как для фиксации каждой ножки только один шуруп dvp акриловая краска dsp фанера пластмасса bs ножка массив бука классно когда у ножек все-таки вот этот массив бука используется и он хорошо сделан потому что он все-таки более живучий по сравнению с другими материалами и давайте смотреть ножки не рано ли я их похвалила следы эксплуатации ножка такой же формы кстати почему-то интересно из массива бука ножки делают именно вот такой вот и правильную другой формы до целиковая столешка все закрыто узлы фиксации здесь у нас все гладко такой универсальный стол его можно поставить его офис в переговорку и обеденным можно сделать и покрытие все-таки сама столешница хорошая плотный вот например если по стилистике подходит я бы вот его предпочла чем раздвигушки те ну да я говорю это ли переговорка либо вот где-то ну кухне таких не представляю нас точно пол кухни займет стол только стеклянный стол пользуется у нас несколько клиентов этими столами довольны но закаленное стекло есть риск разбить вниз стали под столе железная столешница продает соответственно отдельно под столе отдельно и размерчик есть нет это так столешница до хромированное стекло белый а это глянец белый глянца белого глянца белого нема только здесь так 8000 давайте смотреть но здесь уж точно ничего не треснет не облезет но немножко специфичные по стилистике от меня видно не всем подходит он нераздвижной но по крайней мере он лаконичный без цветочков без всех этих рисунков то есть он ему можно и в гостиную поставить и на кухню если по размеру подходит ну и ценник более более чем такой то что более чем доступную доступный ценник по сравнению вот даже с другими киевскими столами здесь по крайней мере не за ножки переживать не надо не за то что там водой что-то зальют где-то рассохнется так у нас осталось два белых стола ну там есть а там еще другие белые ну тогда вот эти закончим мельторб есть комбинации сейчас появилась ясеневым шпоном по столешнице как эксплуатируется ясеневый шпон сказать ничего не могу в этих столах сами сами столы в принципе эксплуатируются неплохо меламиновая поверхность железное подстолье такого более-менее нормального веса из плюсов в отличие от других магазинов можно купить по отдельности можно купить подстолье отдельно столешку отдельно не у всех конечно киевских столов их вот буквально по пальцам можно сочетать которые вот так вот разно двумя частями продаются железка но железка тоже конечно коцвет в процессе эксплуатации но и проще подкрасить внизу целиковый кусок никаких выступов ничего нет здесь узлы фиксации боковой узел и вот так больше здесь не убавить не прибавить собрали подстоль и закрепили столешницу ну за две за три тысячи пойдет а кстати а вот ясеневый будет стоить 1600 и 2400 а ясеневый уже 4000 еще переплата вангстом периодических заказывает эти столы 8000 вкладная доска удобно нет вот этого шва центрального как например у бьюрста кстати вангсту по моему вангсты хотели бьюрсту заменить потому что бьюрста вышла во многих цветах и моделях но пока что-то не до конца заменили то здесь просто гладкая такая не глянцевая матовая поверхность сейчас я скажу вам что у нас составе боковая обвязка сталь порошок так значит столешница дсп меламиновая пленка а ножки все из железа но продается целиком то есть отдельно нет железная нога то есть такой более дорогой аналог мель торпа хотя вот визуально даже по толщине ножек большая разница большая разница у нас раздвижной вот отсюда и разница в цене так заглянули куда смогли здесь все на направляющих тут тоже все на рельсах какие-то швырюшки посмотреть что там такое у что ли по столе что непонятно ну в общем что-то здесь как будто царапнули кувырнули так барный покажу а да мы же показывали вот дошли мы до одного из интересных столов подорожил конечно сейчас сильно 12000 все-таки завышенный за него ценник стоил складной норден буквально полгода назад стоил 9000 10 то есть 2000 стал дороже интересный стол сложен в виде это стол тумба занимает мало места вот такие вот раздвижные выдвижные ящики ну ящики небольшие скажу так использовать можно здесь у нас просто обычные деревянные направляющие с ними кстати аккуратно со временем и стираются и ящик просто может вывалиться значит таких ящиков шесть до болтаться то есть ну неудобно будет пользоваться соответственно это массив видим да какие коцки появляются процессе эксплуатации и вообще это самый нелюбимый стол у наших сборщиков четыре с половиной четыре четыре с половиной часа сборка как они говорят быстрее собрать два пакта диван чем собирать этот стол поэтому если покупаете для себя и у вас вы собираете сами но запаситесь терпением чтобы не укусить его еще такой момент так здесь скатерка так все красиво сейчас я разложу так вот значит у нас внутри тут кстати пространство очень хорошо организовано все прямо до сантиметра продуманы за это вот люблю и те что все как и все как надо петли тут у нас крепежи крепежи так значит смотрите вот здесь мы вставляем да вот вот такую прорезь но стол как бы не то что не совсем устойчивую конструкцию имеет его нужно весь подтягивать такие вообще вот столы книжки нужно обязательно подтягивать эти ключ не теряете то что если вы подтягивать не будете вот это еще более-менее а там вот один стол я уже ну как пока к обзору готовили смотрела прям ходит ходуном его сейчас покажу так ну что одну сторону сняли переходим мы плавно в бежевые столы он стат массив сосны соответственно со всеми вытекающими аккуратно его использую эксплуатируем как бы да не казалось не прискорбно это было но его все-таки тоже стоит закрыть либо понять и простить ой вот 3 500 он сейчас стоит мы были днями в кофе и по моему 2 999 либо 2 899 клиенту стол брали так что не всегда у икея самый низкий ценник сравнивайте по магазинам порой бывает магазинах конкурентов ну между собой да больших магазинов как пятерочка со спором в один магазин идешь условно мясо стоит столько-то в другой идешь там скидка хорошая причем продукт тот же от того же производить часть от того же поставщика также и здесь поэтому сравнивайте цены чтобы ну ну элементарно сэкономить 500 рублей два раза по 500 за садик заплатить можно либо сандали ребенку купить здесь нас полностью все из массива сосны то есть стол экологичный можно его при желании перекрасить но для перекраски я бы все-таки рекомендовала ингу это дешевле элементарно покрасьте вы в любой цвет то есть три с половиной и 1600 разница в цене есть так пойдем вовнутрь ну вот эти кстати про эти сучки хотел сказать здесь склейка уже больше по сравнению с дорогими столами то здесь вот он весь и вот эти сучки бывают что трескаются трещины появляются в самих сучках так внутри у нас все примитивно 4 угла и сборка и вот такой вот низ здесь же застесался стол гэмлэби от 37 сантиметров аж до двух метров раскладывается то есть вот он с одним крылом дим покажешь то есть вот оно одно крыло маленький и второе точно такое же крыло здесь есть ящик очень нравится мне у кишки этот рисунок он такой красивый нежный ящик доставаться не хочет от слова совсем как-то так он там вот то есть вы когда его собрали там получается топорок видишь шурупика и дальше вы его уже никуда не выдерните ящик у нас один с одной стороны ящик мелковатый даже мне кажется ложки вилки ложки вилки максимум больше там ничего не уместится ну и не забываем что 100 стоит от шашнадцать тысяч девчон взвини петли выключаем давай-ка посмотрим петли да я бы не сказала сколько вот здесь хлыст 10 где-то сантиметров и хвост сантиметров 15 петля ну прям вот он звонкий такой в ночи поесть пойдешь на кухню все услышав скажет сразу мать диета слезла да так планка здесь такая же то есть ну стопор прорезь громковато к нему в комплект идет стул один в один такой же по цвету а по фактуре за 4000 интересно они вместе смотрятся но если обеденная группа допустим 6 стульев 6 по 424 нормальный ценник получается так вот мельторп кстати в ясене нет его в наличии опять выставочник стоит а в наличии нет ясень ну интересно конечно мельторп уже с ясенем смотрится поинтереснее так столешина 1800 1200 600 разница 600 рублей разница между белым и бежевым все то же самое что я вам говорила и у большого а это кстати я думал почему-то сначала что это будет школу ясеневый нет это пленка такого цвета почему тогда за пленку разница пленка белая пленка цветная обычно у поставщиков ценник примерно одинаковый а ну да ну пленка дешевле чем шпон я не пойму полы кривые ну смотрит он ходуном ходит люб полы кривые либо хотя вроде все ровно и как-то вот на этой стороне прям все столы ходуном ходят вот мой любимчик 75 на 75 но дешевле стала кстати не найти вот нигде больше не встречала чтобы из массива недорого сердито очень любит у нас кафешки эти столы перекрасили зашкурили замазали ну блин ну за эти деньги можно полторы тысяч шестьсот стол 100 рублей максимум на краску на сезон хватает перекрасили подмазали дальше едем красить обязательно если его не красить он превращается вот в такую вот биотемное то есть темнеет ноги появляются пятна засаленность и потом его все-таки когда он новый свежий его легко украсить а когда он вот такой уже затрепанный краска ложится хуже однородности цвета нет и приходится шкурить соответственно если не красим да то вот массив сосны он очень мягкие следы 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 везде так и кедалин коричневый ну давай хоть может коричневый цвет нас порадует не такой ободранный как белый будет потому что белого прямо не ожидала не ожидала так это маленький за 9000 он у нас от 80 до 120 то есть для небольшой кухни в принципе хорошее решение так ну вот здесь вот коцка есть это либо ненадлежащая эксплуатация либо тут механика чистая уже таких вот трещин и лопнувши пленки я не вижу по сравнению с белым так что делайте выводы друзья беленький прям совсем нежный покрепежу по элементам внутри все то же самое показывать смысл ой как советский да стульчик помнишь это все избавлялись от таких стульев теперь 6 тысяч не надо выкидывать был старую мебель так инготорп помимо того что инготорп есть круглый инготорп есть большой прямоугольный есть вот такой малышек инготорп за 9000 с шестидесяти пяти раскладывается до ста двадцати трех сантиметров почему-то нет третьей характеристики потому что каждое крыло можно поставить отдельно у него ящичек выдвижной ну прям уж мелкошечный совсем прям только если не знаю какой лоток сюда подбирать чтобы можно было ложки вилки сложить туговато ящик идет а получается как вот у предыдущего да верна по за 16000 то есть самих направляющих нет просто вот по железной скобе он ходит туда-сюда туда-сюда так внутренности смотрим крепеж обвязка массив ноги мы с вами смотрели у белого ну черненький прям живенький такой хорошенький изнутри почему-то ни дыры нам не покрасили как со стульями ингольф а нордан хорошо стоит это все-таки значит не от полов зависит потому что они вот на одной поверхности все это либо сборка корявая сам такой конструктив ну вот вот не знаю ничего нету подножки фиксу ну вот диму советуют фиксу подножки слушайте ну вот садишься да меня просто вот это вот напрягает как это будет со временем а кто столами ингатор пользуется расскажите как у вас что эксплуатируется ну вот вот этот стол кстати ничем не закроешь он раскладной он маленький закрывать его некрасиво и вот кости в процессе эксплуатации печаль возникает тоже это что получается либо железный либо ингу новый столик стенсилы стоит 7000 обратился к нам недавно клиент кафе хотели закупить с этими столами но в профессиональном магазине подобное им предложили дешевле поэтому печаль ну вот так так что-то я хотела сказать забыла столешница дсп ламинат а подстолье железные два крючка ну это прямо кафешечный да что пришел сумку повесил бестро да дом зачем дом крючки платить чтобы что вешать вообще они не нужны то есть это вот такой вот уличный ну нет на уличной бы не сказала все таки без строй ламинат в принципе плотненько но он новый его еще не юзали не коцали так это в предыдущем обзоре показывали лирхам должен быть еще в беже но почему то нет возможно нет наличия тоже массив сосны 74 на 74 ничем особо от дешевого не отличается тем что он покрашен 4000 стоит каких-то дополнительных функций у него нет две ноги столешница ну столешница как у любого сосны вот так вот со всеми царапками от этого никуда тут мятинки ну у массива все таки плюс хоть закрасить можно в отличие от диспешных ножек которые расклеиваются а ну да тон еще накрасишь да вот смотри вот все таки конструктив вот это хорошо стоит прямо вот плотно к нему нет никаких нареканий так ванг что мы смотрели только большего размера все то же самое смысла нет он стат есть еще в белом цвете покрыт морилкой то есть вот немножечко такие вот сучечки просвечивают в черном он мне и в беже нравится побольше поинтереснее смотрится здесь как бы не хватает вот ну оттенка что ли да по перекрытию потому что он как-то синевой такой отдает так и кидален мы смотрели белый большой с убитыми ногами здесь у нас вроде все хорошо ну так мелкие есть недочеты смыслово я вам уже все это показала так здесь имейте ввиду бренчит подтягивать вот если бы меня сейчас спросили не поможет думаю нет здесь вот в чем дело вот в этом узле сюда надо что-то подкладывать он не фиксил а вот этот имейте ввиду ножку между вот этой частью вот сюда то есть кладем фикс и тогда ничего не прыгает тогда хотя бы звука нет ну да вот тут вот он неровно вот если бы меня сейчас спросили Таня пойдем стол покупать я бы наверное взяла либо акацию он ту он ту губа не дура да ну во-первых он огромный а так вот для дома была бы акация половина размера да вот мне кажется вот смотри он 35 да пополам за 16 тысяч но он хорошо добротно сделан плюс акация хорошо хорошо воду выдерживает ну извините вот не будет вот этого барахла у которого ноги там резко склеиваются да расслабиться либо тупо вот опять ингу взять скажет притчевый языц ну ребят на самом деле у него адекватный ценник нормальный да соответствующий столу ну блин переплачивать за то же самое только покрашенное поверьте краска не так дорого стоит у меня по моему села батарейка ну все мы в принципе мы закончим какие нет мы все показали блин кнопку на запись нажала Дима чтобы не показывать он не любит мне дали другую камеру маленькую так смотрите у нас осталось два интересных стола это из массива березы норокер 7000 классный стол есть стулья в этом же сегменте у массива березы эксплуатация другая это более дорогой материал уже не сосна более жесткий на нем а Дима это нормально у меня экран потух? а окей вот на нем вот так вот на массиве сосны пальцем водишь и следы здесь хоть режь на нем потому что даже доски делают из массива березы поэтому вот этот стол офигенный здесь конечно цене хотя за такое качество 7000 ну да можно лучше потратиться на это чем на то у чего ноги отваливаются ой я пошла крепежи здесь у нас цельной кусок вот только массив березы больше ничего нету есть табуретки из этой же линейки есть барные стульчики то есть можно сочетать прям делать такой комплект столово-садово-мебели вот стол вообще вот этот на пятерку так гамлорет кто-то гамлета пересмотрел дизайнер аксель сон швеция ешкин кот 7000 массив сосны ну кстати он чем-то покрыт плотненький такой на нем не почирикаешь так компактный стол бла-бла-бла массив сосны морилка все тоже эко полностью цветовое решение двойное столешка в одном цвете вот они склеечки ну прям так хорошо кстати сучков практически нет да то это может выставочник такой прям вот мало-мало сучков один-два пол сучка прям тоже классные круглые стола они как-то более уютные что ли вот за такой же квадратный можно посадить меньше людей чем за круглые крепежи забыла вот у нас здесь все просто никаких лишних движений так непривычно снимать на камеру и не видеть экранчик что у меня там происходит вот и вот так ну что теперь все да столы все сняли ой под итог что ли давайте сделаем что-то я как-то в таком не то чтобы в шоке ну ребят качество упало прям вот от некоторых столов даже не ожидала этого потому что не все клиенты к сожалению делятся когда спрашиваешь уже конкретно как что эксплуатируется разговариваешь а так чтобы вот ну не обращаются по браку хотя многие вещи можно было бы менять по браку поэтому если повторюсь да у вас гарантийные срок не прошел и вы видите какие-то дефекты обращайтесь звоните на горячую линию по своим посредникам обращайтесь кто привозил ну гарантия не так просто дает нужно пользоваться ей ну а вообще жаль что упало качество товаров это уже говорю не только я говорят наши клиенты что допустим покупали там пять шесть лет назад мы работаем уже девять лет десятый год возим другое было не могу сказать с чем связан то ли с тем что создатель скончался хотя он уже многие годы не да не удел был ну конечно не удел был но не участвовал активно да ну не принимал участие да был ну не могу сказать по этому поводу ничего но качество стало похуже жаль конечно что кстати на нашем канале есть коммент подписчик с Европы по-моему из Швеции подписчик ну русскоязычный и написал после того как посмотрел обзор по дивану что такого в Швеции даже близко нет я понимаю что у нас маленькая как бы плоховатая да платежеспособность в стране и так далее но тем не менее ну не надо делать какашку опускаться до уровня например той же много мебели люди когда идут много мебели знаешь там ничего хорошего нет там дешево сердито ну так на троечку в Икею идут как бы привыкли да что лаконично качественно интересно современно стильно смотрится но качество в последнее время стало ухудшаться надеюсь что изменится что-то но это так лиричное отступление ну что друзья мои обзор по столам мы вам показали вы просили мы сделали надеюсь это для вас полезно не забывайте пожалуйста что у нас есть возможность привести ваши заказы отправить в другие города кстати сейчас стало очень много подписчиков по этому поводу обращаться из дальних каких-то областей где например нет посредников и сама Икея либо не везет либо дорого и получается что даже с пересылом наша услуга выходит гораздо гораздо дешевле ну и плюс человеческое общение никто не отменял люди просто обращаются за рекомендации поэтому не стесняйтесь пишите чем смогу помогу всех люблю пока до новых встреч субтитры